Подключается очень много людей. Звонили, писали в интернете слова поддержки. Там давайте побеждайте, вам сил, здоровья. Поездка, принесшая золото чемпионата мира, могла не состояться. Отправиться в польский город Румия, где проходили престижные состязания среди лучших юниоров армспорта, Надежде Вненковской и ее маме помогли неравнодушные пермики. Они собрали недостающие средства на расходы, связанные с дорогой и пребыванием на турнире. В итоге 15-летняя Надя вернулась домой с триумфом. Она завоевала золотые награды, одолев соперников со всего мира в поединках и на правой, и на левой руке. 50% успеха – это как состояние внутреннее зависит от этого. Как ты себя сам настроишь, от этого и зависит. А там уже все это техника, сила техника, реакция. Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам. Это девиз юного борца по жизни. Надежда успешно учится в гимназии, много читает, играет в шахматы. Во всем чувствуется сила характера и оптимизм. А еще удивительная целеустремленность и упорство. Только так можно объяснить стойкое желание быть первой. И только так невозможное становится возможным. В 2013 году был фестиваль спорта среди людей с ограниченными возможностями. Там был армспорт. Решила записаться, попробовать. Второе место заняла. Не понравилось, что меня выиграли. Прямство сработало. Хочу быть первой. Почему она меня так посмотрела? И она вот вся завелась. Вот такая-то злость у нее что ли сначала была. Потом мы с ней поговорили. Говорили, чтобы достичь каких-то результатов, нужно к этому идти. Планомерно нужно тренироваться. Подчевать на лаврах Надежда не собирается. И продолжает упорно тренироваться. Признается, не представляет, что можно расстаться с армспортом. На прощение чемпионка мира так крепко жмет руку, что сомнений просто не остается. Впереди ее ждет большой успех. И в этом непростом виде спорта, и в жизни. Евгения Караксина, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.